Айкония ТЭП А510 это планшет, который приятно держать в руках. Я никогда не замечал за собой до этого гаджета тактильной предрасположенности к устройствам, но эту штуку я бы не выпускал из рук. Олимпийская символика Как и большинство устройств на Android, Айкония ТЭП А510 напичкан различными портами. Это мини-HDMI, мини-джек, микро-USB, но с помощью специального переходника он превращается в обычный USB и слот для карт microSD. И раз уж мы заговорили о памяти, то скажу, что Acer Iconia ТЭП А510 доступен всего в одном варианте – 32 гигабайта. А вот на 3G производители поскупились, поставив в слот для сим-карты заглушку. Мобильный интернет доступен в старшей модели А511, так что если вы отправитесь с этим планшетом на стадион, то постить свежие фотки будет проблематично, ну разве что через Wi-Fi. Хотя этот планшет не будет для вас лишним грузом, он достаточно легок, всего 700 граммов, и если сравнивать с новым iPad, то модель с модемом весит примерно на 40 граммов легче. Теперь о гордости Acer Iconia ТЭП А510. Это процессор. Планшет работает на базе NVIDIA Tegra 3, что я бы назвал смерть тормозам. Все летает и заставляет вас улыбаться, пользуясь гаджетом. Да, если долго играть, держать планшет становится не очень приятно, он греется. Гаджет работает на четвертом Android с фирменной Acer фишкой Acer Ring. Вы можете нажать этот кружочек и появится такое мини-меню, из которого удобно заходить на любимые сайты, запускать часто используемые приложения и регулировать громкость. Кроме того, все это вам будет доступно на экране разблокировки, то есть можно запустить любимую игру, не разблокируя планшет. Если вы любите снимать на планшет, то результат работы этой 5-мегапиксельной камеры вас вряд ли порадует. Она обычная, со средним качеством, а в некоторых приложениях ведет себя и вовсе странно. Батарея, по заверениям производителя, живет 12 часов, но на самом деле так и получилось. Причем заряжается планшет довольно быстро, каких-то полтора-два часа. Любителям слушать музыку через встроенные динамики лучше пройти мимо витрины, на которой лежит Acer A510. Смотреть фильмы и видео в интернете еще можно, но вот слушать музыку вот так через него нет. Во-первых, качество звука плохое, а во-вторых, расположение динамиков. Их очень легко чем-нибудь закрыть. В целом Acer Iconia Tab A510 обычный планшет на андроиде с хорошим процессором, который легко потянет тяжелые игры. Достаточно легкий и компактный. Снимать на него кино или делать выставку фоторабот с родной камерой не стоит, хотя видеопланшет снимает в HD разрешении. Но это не то высокое разрешение, которое мы ждем от устройства. В остальном Acer неплохой вариант для тех, кто любит андроид. Если вы не хотите Acer, присмотритесь к 300-й модели Asus Transformer или Samsung Galaxy Tab 2. Средняя цена на Acer Iconia Tab A510 порядка 17-18 тысяч, что опять же можно отнести к достоинствам этого планшета. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok